Немножко в конце расслабимся и нарисуем сейчас идеального продажника. Урок рисования. Я в главной роли. Буду рисовать ваши идеи. Какая будет у нашего продавца голова? Большая или маленькая? Давайте рисуем нормального размера голову. Похожую на букву О, потому что в его голове находятся ответы на ваши вопросы. А не предложения, наставления, либо разного рода давления. У него ответы. Это О. Он полон ответов. Он консультант. Он не продавец вообще. Как вы думаете, какие глаза у идеального продавца? Большие? Такие голубые, огромные, с такими ресницами, моргающими. Отвлекающими ваше внимание. Какой хороший. Мне бы дома такого, да? Глаза у него маленькие-прималенькие, потому что он вас не оценивает. Он совершенно вас не оценивает. Какой вы есть, такой вы есть. Он вас принимает без разглядывания. Вы не смотрите... Нет, вы так не делаете. У вас очень маленькие-маленькие глазеночки, которые просто смотрят на человека и понимают его таким, каким он есть. Какой у него будет рот? Что он будет делать? Улыбаться? Скалиться? Огромная улыбка у него? Такая хитренькая. Такая хитренькая, такая хитренькая. У него маленькая улыбка, потому что он улыбается, но при этом он мало говорит. Он же слушает, правда? Я отсюда вытекаю, что у этого... Огромные... Он как чебурашка практически, вы правильно говорите? Он как чебурашка. У него будет такая вот шея, в центре которой будет, знаете что? Ком в горле. Знаете почему? Потому что не может говорить. Он может говорить, недавно стоит и доволен, это обязательно. Он хорошо получает, ему платят деньги, он это вещает и свои одежды, и всем остальным. Нет, ком в горле у него, потому что он делает паузу перед ответом. Если вы паузу не сделали перед ответом, вы не слушаете человека, у вас же был заготовлен ответ, вы просто сказали то, что вы думали. Если же вы сделали паузу перед ответом, вы приняли ко вниманию то, что вам сказали, вы это все реально услышали, и только позднее все это выдали, потом сказали. Всегда так делать, возможно, тоже будет неправильно. Нужно бывает думать поскорее. Но если вы всегда отвечаете, не сделав паузу, то вы не слушаете вашего клиента, а делать это нужно. Запомните этот ком в горле, пускай он будет схематичный. Дальше нарисуем ему ручки Маленькие, большие нарисуем Какие будут руки у него Давайте нарисуем ему огромные такие прям руки Вот с такими прям пальцами И чтобы это все у вас хорошо ассоциировалось Я скажу вам историю Многие из вас видели видео, где я еду на велосипеде И рассказываю про достижение цели Смотрели? Никто не знает, но в этом видео у меня отлетела педаль То есть я еду, я уже устал Я снимаю это видео, нашел себе дорогу, где солнце не будет заслепить камеру Потому что ехать на велосипедах очень трудно Он ездит вдруг этих озер Это было в Сан-Франциско Озера все эти круглые, само собой Ты выезжаешь за это озеро, и солнце подает прямо в камеру, и тебя не видно И ты катался зря, дружище Я нашел себе одну дорогу, где она была прямая Я по ней еду, знаю, что вот сейчас солнце светит на меня Но не попадает в камеру Я кручу эти педали, я смотрю вниз, и у меня эта педаль отлетела Я кручусь, у меня осталось, например, секунд 30 говорить Я кручу дальше педали, но никто этого не знает Но я еду без педали, фактически Потом берут велосипед и приезжаю в самый дорогой магазин велосипедов в Сан-Франциско Там велосипедов в тысячи долларов Ну, это считается дорого по-американски, а вообще это дорого Прихожу к ним туда Ребята, вот такая ситуация, что нужно делать Все очень просто, у вас болтик отлетел Хорошо, у вас такой есть? Да, он стоит 5.30 Ну, давайте, приносим ко мне два болтика, такие упаковочки Можно мы его вскроем? Пожалуйста, вскрывайте При мне отрезали, мы сейчас вам заменим Хорошо, перерывающийся велосипед Мне менять болтик на педали, покрутили Все готово, пожалуйста, садитесь Сколько стоит? 5.30 Кстати, вот второй болтик И дали мне второй болтик Все, уходите Если я когда-то буду покупать велосипед в Сан-Франциско Я приеду и куплю его там Я ни за что не пойду в другой магазин Мне сейчас все равно, какая будет цена Если он будет на 100 баксов дороже Мне все равно, никаких интернетов Я приду к этому мужику и в его магазин Я куплю этот велосипед только у него Потому что у него были большие руки, и он мне помог Поэтому большие руки он помогает своим клиентам Что-то ему здесь не хватает? Как-то он такой? Большого сердца Большого сердца Это он Это он Я нарисую ему большое сердце И расскажу вам интересную историю Как-то у нас дома была домработница Которая помогала нам по хозяйству Некоторые люди здесь в зале знают домработницу Так вот У нее был принцип Главное, Саша, быть честным Если ты будешь честный до конца с людьми Тебя люди никогда не бросят У нее зарплата была 60 тысяч рублей Потом стала 70 тысяч рублей Сейчас она получает 70 либо 80, я не знаю Это просто иммигрантка из Молдавии Которая получает сейчас 80 тысяч рублей Работает сначала домработницей А позднее и нянечкой Немногие иммигранты из Молдавии Могут получать столько денег Потому что просто она знает Что главное помогать людям И люди тебе ответят Вот эта вещь, которая Она... Это звучит глупо, по-наивному, по-стариковски Помогаешь людям, они ответят Да, они ответят И да, они ответят, потому что усилия, которые потрачены быть не могут Вот ты помогаешь, ты помогаешь людям Помогаешь им честно и искренне И ты стараешься И люди это замечают А ты выходишь, думаешь, как же их будут сейчас обмануть Как же эту эмоцию показать Я не знаю, каким нужно быть хорошим актером Я не Том Хэнкс И вы не Том Хэнкс, иди все И так сыграть, играть так всегда У Тома Хэнкса тоже, видимо, не сразу получалось И сейчас не каждый дубль получается И они переснимают А вы думаете, всегда играть Так никто не может Это очень трудно Поэтому большое сердце Помогать клиентам Да, им нужно помогать Я здесь обрежу, Жень Я не буду дальше рассказывать Вот здесь я не знаю, что дальше происходит Здесь окончание сюжета Если он может как-то еще другими способами помочь клиенту Я буду только рад за этого продавца И так, вот он, наш идеальный продавец Он не оценивает своего клиента, когда на него смотрят Он мало говорит и рад его видеть Он много слушает У него ком в горле, потому что он делает паузу перед ответом У него большое сердце помогает Он думает о клиенте И реально заботится о нем Помните фразу Nobody cares what you know Until they know how much you care Никто не заботится о том, что вы знаете Пока они не узнают, что вы заботитесь И у него большие руки Потому что он реально помогает клиенту У вас будет 5 минут Это все обсудить с вашим партнером А потом мы сделаем 10 минут на 1